всех приветствую дорогие друзья на связи андрей алисеев и сегодня мы как всегда поговорим конечно же про все возможности которые дает наше сообщество поговорим про денежные потоки поговорим про то насколько сегодня у нас есть шанс быть финансово свободным и причем шанс у абсолютно любого человека вне зависимости от того там вы с капиталом без капитала вы человек там не знаю из оффлайна и ничего не знаете про интернет либо наоборот есть у меня участники которые вообще ничего не понимали в заработке в интернете но тем не менее они разобрались и все у них сейчас очень очень хорошо вот поэтому дорогие друзья добавляйте партнеров еще пока я не начал есть адреса одна минуточка есть кнопочка такая внизу в списке добавить участника промотайте весь список и в конце добавить участника можете добавить партнеров так ну что поехали про мировую финансовую систему я уже рассказывать не буду я уже несколько лет уже про нее рассказывал данном случае я думаю что вы понимаете в каком мире мы с вами живем как он устроен если не понимаете то смотрим фильмы деньги пирамиды долгов если же вы осилили уже этот фильм то идем дальше дух времени 1 2 3 часть это база с которой следует начинать разбираться вообще что происходит в этом мире дальше я думаю что вы заметили что наш мир сейчас существенно меняется и с каждым разом он будет меняться все круче и круче и круче и дай бог чтобы вы были готовы к этим переменам вот в чем момент друзья вот потому что самое главное идет чем отличается человек успешный от человека можно сказать не успешного да по одной простой причине успешный просто немножко умеет прогнозировать на шаг вперед куда идет человечество куда идет будущее делать соответствующие действия которые ему позволяют опережая события быть всегда на коне быть всегда выигрыши вот в этом отличается человек успешно от неуспешно до предвидеть немножко хотя бы чем больше у тебя горизонта предвидения тем более ты успешный чем больше ты можешь в голове сложить факты исторические факты географические факты экономические факты психологические факты и так далее ты можешь все это сложить в единую пазл и у тебя получается видение куда идет развитие человечество, исходя из этого можно где-то видеть и предвидеть какие-то процессы, и опережая события можно на эти процессы повлиять таким образом, соответственно все, кто купил биткоин в 2010 году да, все сейчас богатейшие мульти, даже некоторые миллиардеры поэтому, друзья мои, да кто бы мог предвидеть это а кто-то предвидел, есть такие люди, вот, поэтому, друзья мои да, это не только биткоин есть еще куча разных моментов да, вот, поэтому мир меняется, и он будет меняться теперь как можно очень быстро скорость изменений в этом мире увеличивается, и на данный момент каждый день все идет стремительными шагами время уплотняется и только за последние 4 года у нас 4 глобальных изменения которые просто переворачивают вообще всю историю развития человечества до и после, как говорится это пандемия в 2020 году, да мир как поменялся, да и продолжает меняться дальше СВО мир тоже продолжает меняться введение цифровых валют везде, во всех странах мир очень серьезно от этого поменяется, да ну и конечно же искусственный интеллект который просто ворвался на рынок труда и сейчас он просто будет всех двигать, да и те, кто еще не понимает этого те могут столкнуться с очень серьезной штукой называется выживаемость, да либо смена то есть можно смотрите можно заранее сменить свою профессию, да понимая, что вот я работаю ориентировочно в той сфере которая легко заменит искусственный интеллект, да и можно прогнозировать это и начать заранее там менять профессию и уже когда искусственный интеллект подберется можно сказать к твоему сокращению, да то уже быть к этому готовым и перейти правильно плавно перейти в другую сферу деятельности, да а можно это делать как бы сказать через стресс через стресс это означает, что когда на данный момент тебя уже выпнут с работы и тебе жрать будет нечего и ты вынужден идти учиться на что-то новое, да и ты вот на этих эмоциях как вы считаете вы сумеете на эмоциях вот так вот выбрать правильную стезю как говорится новую уже сомневаюсь, да вот а на старую специальность уже мало кто будет брать потому что везде будет в этой специальности автоматизация через искусственный интеллект поэтому дорогие друзья рынок труда меняется очень серьезно поэтому те кто свято еще верит в найм я рекомендую вам перестроиться и начать потихонечку строить пассивный доход из интернета в том числе ну и конечно же осваивать где-то новые специальности связанные с информационными технологиями потому что мы уже 24 года я повторю еще раз 24 года мы уже живем в информационном веке друзья мои а многие до сих пор мыслят категориями производственного века прошлого века да тогда когда в офлайне создавались заводы фабрики большие цеха станки там сейчас во многих таких заводах уже торговые центры да вот перестроили в 90-е вот поэтому на данный момент на данный нужно уметь перестраиваться потому что выживает не самый сильный а самый восприимчивый к переменам и все старые методы заработка тоже начинают отмирать поэтому вот как важно видеть вот это вот где уходит а где появляется и в чем есть определенный потенциал и видеть заранее этот потенциал когда он еще не полностью реализовался в этот потенциал зайти и вместе с ним реализоваться вот что такое успех поэтому старые методы заработка практически тоже отмирает остается один вид заработка основной это конечно же инвестирование да мы сегодня будем говорить про онлайн инвестирование но даже смысл этого термина очень серьезно изменился если раньше это была классическая акция облигации недвижимость то сегодня это любое вложение олицетворение любого вложения времени ресурсов денег материальных активов нематериальных сегодня даже картинки NFT если вы знаете что это такое стоят миллионы долларов друзья мои да то о чем можно говорить сегодня вот кроссовки в онлайне те которые носить нельзя в онлайне то есть вы надеваете очки игровые да и в игре вы покупаете все кроссовки так вот таких кроссовок да продано на несколько миллионов долларов и это считается нормальным друзья мои да вот мир чуть-чуть сходит с ума Илон Маск буквально на днях заявил что через 20-25 лет он на Марс перевезет миллион человек поэтому даже поживем конечно увидим но сам факт что мы еще на земле не научились жить мы уже начинаем двигать на другие планеты поэтому на данный момент продаются покупаются участки на Луне на Марсе вот распиливают уже другую солнечную систему друзья поэтому так это все очень интересно мир меняется реально что будет дальше мало кто знает но то что вы должны видеть тренды тенденции перемены и это самое ценное благодаря этому наше сообщество всегда немножко опережает время потому что основатель нашего сообщества Дмитрий Васадин он реально с опережением внедряет те либо иные технологии в наше сообщество и это дорогого стоит и на данный момент сегодня я буду рассказывать про финансовые инструменты нашего сообщества это те финансовые инструменты которые выработаны за 11 лет развития истории нашего сообщества они не сразу появились когда я пришел в 2017 году в сообщество у нас был всего лишь один алгоритм одна кнопочка и мы только мечтали о всем том что уже сейчас есть поэтому дорогие друзья разбирайтесь во всем будьте въедливыми задавайте много вопросов вашему пригласителю и лидеру и таким образом вы начнете разбираться со всеми нюансами работы системы все кто еще не понимает общий пазл у кого не сложился рекомендую мой эфир 17 денежных потоков но даже и он уже на сегодняшний момент устарел прошло буквально чуть больше полугода с момента его публикации но даже и он устарел надо уже его перезаписывать настолько все быстро идет вперед и наше сообщество тоже двигается вперед и появляются новые возможности но тем не менее все кто это посмотрит будет полезно дальше сегодня я расскажу про наши денежные потоки это финансовые психологические математические алгоритмы которые встроены в нашу кассу взаимопомощи нового поколения вот многие участники которые только-только сталкиваются с сообществом задают такой вопрос мы не понимаем что за сообщество вообще мы понимаем что такое компания а вот что такое сообщество не понимаем так вот давайте я расскажу сообщество это новая форма объединения свободных людей в данный момент времени по интересам есть сообщество не знаю любители плавать на байдарках но оно как правило не может изменить вашу жизнь а есть сообщество свободных людей которые объединяют свои усилия объединяют свои активы для того чтобы помогать друг другу вот в этом то есть разница два разных сообщества но одно конкретно предметно помогает человеку в жизни а другое ну просто как хобби вот так вот сообщество Меркурий это онлайн децентрализованно сообщество свободных людей которые объединились объединили свои усилия и объединили свои активы для того чтобы помочь друг другу реализовать свои цели поэтому на данный момент это может быть палочка вручалочка для тех людей которые хотят иметь стабильный пассивный доход которые не понимают как этот мир куда он движется и чувствуют себя немножко может даже незащищенным очень часто в наше сообщество приходят люди которые и быстро врубаются это в основном люди знаете какая категория людей это те которые имеют определенный жизненный опыт те которые уже немножко наработались уже чуть подустали где-то подрастеряли здоровье они понимают что сколько бы они не пахали денег как-то вот больше иногда не становятся да вот и то есть кпд их пахоты оно небольшое и они хотят как-то по-другому изменить свою жизнь так вот это как раз система для единомышленников для тех людей которые хотят жить как-то по-другому да либо люди которые реально нацелены на большие серьезные результаты люди которые хотят иметь хороший стабильный пассивный доход и которые понимают что скопом жить всегда проще вместе жить всегда проще помогая друг другу весь этот мир сейчас устроен таким образом что он разделяет людей чтобы они не доверяли друг другу и причем не важно в какой стране вы живете вот чтобы они доверяли больше системе мировой финансовой системе который сейчас через сеть банковских картелей управляет этим миром вот на данный момент изучайте изучайте деньги пирамиду долгов дух времени первая вторая третья часть и тогда вы будете в теме как говорится кто не в теме да это азбука это первый класс в начальной школе по освоению своей финансовой свободы поэтому начинайте с пи сазов вот тогда когда вы разберетесь с азами дальше будет уже проще пазл будет складываться в голове потому что по-другому здесь информация такая которую по телевизору не услышите телевизору невыгодно вам ее говорить идем дальше касса взаимопомощи нового поколения это инструмент для того чтобы все участники сообщества закрыли закрыли свой социальный минимум чтобы грубо говоря всех участников сообщества накормить напоить обуть одеть и только потом когда люди уже сытые можно с ними сделать хоть какие-то великие дела до этого момента люди озабочены тем как как себя накормить а каким-то насущными проблемами бытом где-то да и пока они не закрыли вот эти базовые потребности называется базовые финансовые потребности своего физиологического тела потребности безопасности то с ними никаких серьезных дел великих сделать невозможно да и только тогда когда они уже успокоились они уже здраво мыслят с ними можно сделать по-настоящему великие дела именно поэтому касса взаимопомощи это как основополагающий первый инструмент через который участники заходят в наше сообщество вот и дальше потом еще есть куча всяких разных инструментов и еще будет в будущем куча разных проектов и так сейчас уже 10 сайтов друзья мои наша инфраструктура это 10 сайтов как минимум да еще больше есть но я уже про них вам рассказывать не буду иначе вы просто но поплывете от количества информации и это только в доступе 10 сайтов так еще я только знаю еще 5 которые могут в любой момент пойти в доступ да к вам вот самое главное чтобы сообщество было к этому готово и взять эти проекты поэтому накачивайте мышцу свою финансовую развивайтесь используйте запускайте денежные потоки и наращивайте свои активы как говорится да как говорит Роберт Киосаки что такое актив актив это то что ложит деньги в ваш карман а пассив это то что деньги забирает из вашего кармана вот и все очень простое определение поэтому если вы не знаете что эта покупка либо приобретение является активом либо пассивом то поймите после приобретения эта вещь либо не знаю это недвижимость если какой-то может не материальный актив будет забирать деньги из вашего кармана либо туда ложить если будет ложить это актив если будет забирать то это пассив поэтому на данный момент создавайте больше активов и избавляйтесь от пассивов и это путь непосредственно к свободе вот так вот касса взаимопомощи это шикарный инструмент причем это нового поколения когда я говорю пришел не было столько прекраснейших шикарных надежных инструментов вот поэтому берите их пользуйтесь разбирайтесь у нас преоспевает в сообществе въедливые люди люди которые начинают копаться разбираться задавать вопросы и когда они ответят на все свои 100 вопросов они становятся компетентными они становятся грамотными и тогда они очень смело начинают идти к своим целям менять качество своей жизни первый поток который вы увидите в своем кабинете это стартовый поток друзья мои красная закладочка в вашем кабинете называется стартовый поток если же у вас нет кабинета обязательно обратитесь к вашему пригласителю тому человеку который отдал вам эту информацию и обязательно зарегистрируйтесь регистрация никому не обязывает зато у вас будет информация разобраться с описанием потоков со всеми нюансами работы системы если у вас нет пригласителя можете написать мне личное сообщение возьму у вас свою команду где есть соответствующее полностью созданное обучение вот и от и до по полочкам разложите все знания и уже будете очень грамотно уверенно управлять своими потоками либо здесь скидывает целый список лидеров консультантов это профессионалы своего дела бот можете обращаться к любому все с радостью помогут вам разобраться со всеми нюансами работы системы так вот стартовый поток красная закладочка в вашем кабинете учит правильной стратегии инвестирования вложил забрал вложил забрал вложил забрал она как бы качает вашу финансовую мышцу в вашей голове вот это поток который разработан специально для новичков проекта на практике обучая всем нюансам работы системы стартовый поток может быть создан на произвольную сумму минимальный вход запуска стартового потока 5000 рублей соответственно какое-то количество на e-currency это количество постоянно меняется потому что e-currency в цене у нас постоянно растет поэтому расход балансирования системы вот поэтому за счет e-currency конечно же у нас доход во всех потоках стартовый поток это поток с обязательным пополнением каждые две недели на величину выбранного номинала поэтому если вы выбрали 5000 каждую неделю мы пополняем на 5000 но каждый раз система уже начинает вам давать тоже в обратную сторону да то есть так это все устроено что где-то около 7 периодов вы кормите систему и 13 периодов она кормит вас стартовый поток работает 10 месяцев либо 20 периодов общая доходность стартового потока на протяжении 10 месяцев 150 процентов доходность идет конечно за счет подтяжки к потоку нашей криптовалюты e-currency которую мы покупаем по рыночному курсу в биркасе либо мониторжи либо на бирже Blackbit вот и подтягиваем к потоку по льготному курсу который как правило в 4-5 раз выше чем рыночный курс и это очень выгодно за счет этого получается прибыль наших денежных потоков и-currency потянули прибыль есть и-currency не потянули прибыль за счет этого на и-currency огромный спрос потому что все люди каждый раз пополняют свои потоки запускают так же как я я постоянно пополняю свои потоки постоянно запускаю и они дают мне все больше больше и больше так же делают все участники которые разобрались особенно те которые уже здесь много лет а таких несколько сотен тысяч поэтому стартовый поток это хороший поток для того чтобы начать с небольших сумм 5-10-20-30 тысяч вот и дальше уже уверенно идти непосредственно понимая разбираясь со всеми нюансами работы системы и оттачивая навык инвестора это очень важно то есть навык инвестора это вложил забрал то есть инвестор он не боится вкладывать он разберется сначала сам сам разберется а потом не боится вкладывать а потом не боится брать не боится вкладывать не боится брать но опять-таки сам разобрался не где-то чье-то мнение а сам взял и наработал свой личный опыт даже на там 30 долларов даже на 50 долларов наработал свой личный опыт ты пришел уже своему личному мнению как здесь что работает и нравится не нравится вот поэтому очень важно и всем рекомендую наработать свой опыт в потоках они где-то там чего-то и кого-то слушать это такая плохая привычка и сейчас расскажу немножко отвлекемся от денежных поток вот это вот привычка да есть вот определенные поколения да так вот очень интересное поколение наверное это годов рождения с начала пятидесятых до ориентировочно наверно семидесятых может быть шестьдесят пятых где-то так то есть это то поколение которое выросло и она выросла в стране к советский союз тогда передавали по телевизору ну хорошую такую истинную интересную позитивную часто информацию там колхоз там на работал идем вперед там столько-то победы пятилетка за три года там и так далее да то есть и они простроили у себя в голове что телевизор это по настоящему там партия компартия вот отчитывается перед тем как вот сделано что-то великое действительно делалось очень много всего великого вот и вот но вот эта привычка вера этому черному ящику она сохранилась не вот я называю этих людей поколение передали передали то-то передали это передали все они не поняли что в 90 и все поменялось за кулисами телевизора стали другие люди эти люди служат не коммунистической партии советского союза а эти люди служат другим людям олигархам там еще каким-то управляемым где-то западом и еще что-то каким-то людям а филированным лицам заинтересованным чтобы давать какую-то информацию которая никак не изменит вашу жизнь к лучшему и так далее да то есть 90 все поменялось но эти люди по старой привычке передали передали так вот и они идут у кого-то пытается что-то чтобы им тоже передали чтобы какую-то информацию дали да вот посоветоваться с бомжом да чтобы о том куда вкладывать миллионы долларов да вот и так далее то есть как важно успевать за изменениями вот в этом мире как важно да вот а вот та привычка старая сидеть в телевизор смотреть как зомби эти новости вот она осталась со времен советского союза и до сих пор многие как зомби вот так вот сидят и причем если телевизор у них выключить их будет колотить их будет ломать и вот неделю без этого телевизора две их прям ломка как наркоманов вот идет ломка также идет информационная ломка поэтому дорогие друзья те кто сейчас увлекается новостями вот проэкспериментируйте 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 и выключите телевизор на месяц вот просто не смотрите его и вы почувствуете как вас будет ломать просто психологически ломать вам хочется потянуться за пультом включить там что же там случилось что же там случилось а вот я и говорю что какая разница что там случилось когда вы должны своей жизнью заниматься вы своей не занимаетесь а сливаете энергию в этот черный ящик понимаете да надо своей жизнью заниматься гвоздь прибить потому что не забиты уже три года там смазать дверь в залп нужно скрипит до сих пор замок починить занимайтесь своей жизнью разобраться в потоках денежных потому что здесь за зарыта свобода если она вам нужна конечно вот и как важно заняться своей жизни и вот вы почувствуете что вас будет ломать просто не просто так ломает а потому что маятник который сидит в вашей голове он присосался к вам вот он будет тянуть вас к источнику откуда у вас будет еще забрана энергия поэтому на данный момент если вы не понимаете как работают маятники это психо психологические информационные сущности такие да и либо информационные поля то посмотрите фильм москва 2017 до конца и внимательно это очень интересный фильм и те кто хочет по-настоящему разобраться как работают маятники и чтобы освободиться максимально от них полностью освободиться конечно невозможно но от максимального количества маятников прям нужно освободиться да чтобы не быть марионеткой в их руках для этого нужно конечно же другие знания лучше сядьте почитайте транссерфинг реальности книжку послушайте книги вот чем смотреть то что у вас не изменит вашу жизнь к лучшему поэтому попробуйте проэкспериментируйте если справитесь хотя бы месяц ну я честно сказать вами буду восхищен просто если вы из того поколения про которое я рассказал поехали дальше друзья мои немножко отвлеклись следующий поток это ускоренный стартовый поток если хотите быстрее то заходите конечно же в ускоренный стартовый поток это подвид стартового потока но более быстрый и более доходный раньше ускорен стартовый поток был только акционный поток только на во время акции его включали но сейчас он включен уже четвертый месяц поэтому друзья мои берите эту возможность любой момент его могут выключить потому что ну по-настоящему это ну реально халявный поток поэтому ускоренный стартовый поток это один из лучших инструментов тоже в нашем кабинете условия открытия ускоренного стартового потока это мы оплачиваем сразу четыре периода подтягиваем и каренси за все эти четыре периода и получаем пятый шестой период начисления в подарок то есть как будто бы прошло шесть периодов или три месяца ваших начислений в обычном стартовом потоке и вы выскакиваете сразу на седьмой период начисления а это как раз тот период где у вас очередное начисление больше чем номинал потока то есть приведу простой пример допустим вы выбрали зайти в ускоренный стартовый поток и выбрали номинал ну пускай десять тысяч значит надо оплатить четыре периода сразу четыре да четыре умножаем на 10 будет 40 тысяч мы оплачиваем подтягиваем и каренси сразу за все четыре эти периоды суммарно подтянули дальше пятый шестой период вместе с и каренси нам идет в подарок а это хорошая статья экономия бюджета и выскакиваем на седьмой период где начисление уже будет больше чем десять тысяч то есть больше чем номинал потока то есть будет где-то там сколько 10 400 или 10 500 точно сейчас не помню цифры вот и на данный момент вам все что вам надо это десять тысяч оттуда обратно пополнить эти там четыреста пятьсот рублей сняли там немножко добавили купили и каренси подтянули к потоку одиннадцать дальше восьмой период вам там уже будет одиннадцать тысяч вы у вас тысяча есть уже на покупку и каренси сняли подтянули 12 там девятый период уже вам будет 12 тысяч и так далее да то есть на данный момент ускоренный стартовый идет таким образом начинает забрасывать вам деньгами и так интересно устроено что чем больше номинал потока тем больше стартовый поток начинает давать это очень чем меньше номинал потока тем он меньше дает дохода в эквиваленте к самому потоку и больше надо подтягивать и каренси. Поэтому чем больше номинал потока будете открывать, тем будет вам для вам это выгодно. Особенно в ускоренном стартовом потоке. Поэтому ускоренный стартовый поток – это один из моих любимых потоков. И обязательно при первой возможности открываю их на хороший номинал. В дальнейшем вы также в ускоренном стартовом потоке, как и в обычном стартовом, продолжаете пополнять, снимать, пополнять, снимать. Только с каждым разом вы будете снимать все больше, больше и больше. И уже вот эти вот оставшиеся 13 периодов, они уже будут вас кормить. Через каждые 2 недели также подтягиваем после очередного пополнения и каренси, за счет которого у нас прибыли. Не забываем про это. Поэтому ускоренный стартовый – это шикарный поток. Надеюсь, что он у нас останется включенным всегда и будет такая возможность у всех участников. Следующий поток – это оранжевая закладочка в вашем кабинете. Оранжевая закладочка называется БП, либо быстрый поток. Если же у вас еще нет кабинета, то обязательно обратитесь к вашему пригласителю, того человека, который дал вам эту информацию, возьмите у нее реферальную ссылочку и зарегистрируйтесь. Если же у вас нет этого человека, то можете написать мне в личное сообщение, возьму вас в свою команду и, кажется, пройдете командное обучение и станете профессионалом. Либо обращайтесь к любому лидеру, список здесь раскидывают в чате бот. Обращайтесь к любому, все профессионалы, квалифицированные очень люди, имеют большие команды, большие потоки и детально вам покажут, как стартовать от вашего бюджета и прийти к вашей цели. Дойдете до первой своей цели, пойдете ко второй, дойдете ко второй, пойдете к третьей и так далее. То есть с нашей системой можно жить всегда. Именно поэтому я сюда пришел на всю жизнь, именно поэтому я здесь уже задержался на седьмой год. А время летит очень быстро, система очень круто развивается и с каждым годом здесь все интереснее, интереснее, интереснее. Поэтому рекомендую оставаться в информационном поле, а это самое главное в нашем сообществе. Тот, кто выпадает из информационного поля, тот теряет возможности. Кто в информационном поле остается, тот эти возможности берет за хвост и их реализует в хороший доход. Первое. Быстрый поток, друзья мои. Это такой очень интересный любимчик новичков, скажу честно. Это линейные инвестиции, его очень просто можно быстро понять. Быстрый поток подразделяется на два типа. На два типа подразделяется потока. Это обычный быстрый поток и супербыстрый поток. Мы его называем деньги на каждый день. В обычном быстром потоке, который работает 30 дней, деньги выплачиваются каждый день равными частями с прибылью, которую мы получаем за счет подтяжки к потоку нашей криптовалюты и каренси. А супербыстрый поток работает две недели. Это самый короткий поток для самых ваших коротких свободных денег. Выплата с доходом происходит на 15-е нажатие кнопки, начисление премии. Супербыстрый поток, также кнопочка нажимается, как в обычном быстром потоке, и происходит начисление. Поэтому супербыстрый поток – это очень шикарный поток для того, чтобы вы за две недели могли приумножить свои денежные средства. Получается, что в супербыстром потоке доходность от 5 до 10% за две недели. Вы не ослышались. 5-10% за две недели. А в обычном быстром потоке доходность от 5 до 20% за месяц. Это очень простые потоки с табличками. Таблицы написаны у вас в кабинете. Если нет кабинета, регистрируйтесь. Во вкладочке «Как создать поток и эффективно им управлять» вы все таблички увидите со всеми процентами. И это очень просто для понятия. Именно поэтому быстрый поток – он любимчик для новичков. Очень быстро сразу же его понимают. Несмотря на то, что лучше стартовый поток идти, чтобы научиться. Но новички любят быстрый. Но, тем не менее, потом, конечно же, дорастают и до стартового. Следующий поток, друзья мои, это зеленая вкладочка в нашем кабинете. Называется РП. Либо растущий поток. Это очень интересный поток. Любимчик у наших участников, которые уже разобрались. Растущий поток – это поток, который растет в течение 6 месяцев с момента его последнего пополнения. Так он работает больше года, но первые 6 месяцев он растет. И старт начисления начинается от 0,3% от суммы в потоке. Сумма в потоке получается. После того, как вы сделали взнос и подтянули каренси, у вас возникает сумма в потоке. Давайте немножко по цифрам расскажу. Если вы решили зайти в растущий поток от 10 тысяч, то 10 тысяч, допустим, подтянули каренси, 10 тысяч в потоке превращается в 20 тысяч. Если 50 тысяч подтянули каренси, в потоке превращается в 112 тысяч. 100 тысяч потянули currency, в потоке превращается в 250 тысяч. Дальше 500 тысяч потянули currency, в потоке 1 375 000. Миллион потянули currency, в потоке получается 3 миллиона, друзья мои. Именно поэтому растущий поток, это поток заточенных для хороших сумм, больших. И чем больше суммы, тем больше он даст. И тем не менее он дает старт от 0,3%. От 0,3% каждый день. А потом каждый день вы нажимаете и процент растет. 0,31, 0,32, 0,33, 0,34 и так далее. И денежки плавно перетекают от суммы в потоке в копилочку. А из копилочки вы можете выводить хоть каждый день. Единственный момент, что это не совсем выгодно. Потому что чем больше мы накапливаем в копилке наши денежные средства, тем больше растет наш процент. Как только мы вывели из копилки, процент падает обратно к 0,3% и опять начинает расти заново. Поэтому растущий поток – это живой организм. Он шевелится, исходя от вашего поведения. Он учит терпению. Его нужно взращивать в копилочки. И, конечно же, он прорабатывает вашу жадность и страх потери. Это тоже очень интересные блокираторы денег. И если вы разберетесь хорошо с этими блокираторами, вы берете их у себя из головы, то денежные потоки начнут просто заливать вас с лихвой. Ну, конечно же, надо разобраться в каждом потоке досконально. Что такое разобраться досконально? Это понять, как действовать правильно в рамках одного потока. Дальше понять стратегию действия в этом потоке. Потом разобраться с стратегией действия в каждом потоке. А потом разобраться с стратегией действия между потоками. А потом еще есть следующий шаг. Но это уже лишний для презентации. Это уже я рассказываю на командном обучении. Вот. Поэтому, кто хочет получить соответствующие знания, заходите уже в команду и начинайте обучаться. Растущий поток я вам рассказал. Это очень интересный поток. Я еще раз повторю, это любимчик. Миллион превращает в 3 миллиона, 3 миллиона в 9, 10 миллионов в 30 миллионов. Поэтому, друзья мои, растущий поток любит большие суммы. И чем больше суммы, тем больше он даст. Следующий поток, друзья, называется накопительный поток. Либо сиреневая вкладочка в вашем кабинете. Если у вас еще нет кабинета, то обязательно регистрируйтесь. Регистрация ни к чему не обязывает. Возьмите ссылочку вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию. И регистрируйтесь. Если у вас нет этого человека, можете зайти ко мне в команду. Я помогу вам разобраться со всеми нюансами работы нашей системы. Ну или, конечно же, выбрать любого лидера из списка, который скидывает ниже. Все люди грамотные, компетентными. Выбирайте любому себе по душе. Это очень важно в начале пути. Накопительный поток, сиреневая вкладочка в вашем кабинете. Это деньги на будущее, друзья мои. Либо стратегия от 3 до 25 лет. Это мы называем этот поток наш пенсионный фонд, либо фонд коллективного, можно сказать, обеспечения в будущем. Фонд, как еще называют его, совершеннолетие, если для детей хотите открыть. То есть это очень интересный поток, который в будущем тоже дает деньги. Оказывается, деньги в будущем тоже будут нужны, друзья мои. То есть те, кто думает, что в будущем деньги не нужны, я вас разочарую. Я не вижу тренда, тенденции, что деньги в будущем отменят. И наша цивилизация пойдет по какому-то такому гармоничному пути развития. Сомневаюсь. Пока видно, что она просто бежит в технократический мир, подпитываясь философией потребления. Все больше и больше. Посмотрим, к чему это все приведет. Но, тем не менее, на данный момент мы должны позаботиться о своем будущем. Поэтому те, кто хочет получать хорошую пенсию, я лично уже несколько потоков запустил накопительных. И следующие я не собираюсь на этом останавливать. Я буду продолжать это делать. Именно поэтому накопительный поток – это очень хороший вклад в будущее. Еще раз повторюсь, стратегии от 3 до 25 лет. Накопительный поток так устроен, что есть период накопления, а есть период выплат. 3 года выбрали, накапливаем, 3 года получаем. 5 лет накапливаем, 5 лет получаем. 10 лет накапливаем, 10 лет получаем. И так далее. Поэтому есть хорошая табличка во вкладочке «Как создать поток и эффективно им управлять в кабинете». Можете посмотреть коэффициенты, какие там есть. 10 тысяч превращается, по-моему, в 57 тысяч через 3 года. Но этот поток, наверное, самый дисциплинированный. Это поток, который обязательно надо пополнять каждый месяц. Поток с обязательным пополнением. И нельзя просрачивать. Такое слово есть хорошее. Нельзя нарушать срок пополнения. Потому что тогда есть описание во вкладочке «Как создать поток и эффективно им управлять». Тогда время и сумма выплат будет уменьшаться, это двигаться. Поэтому на данный момент накопительный поток я люблю проплачивать наперед. Проплатил на полгода наперед, все. Я свободен на полгода. А за полгода у меня появляется еще возможность, еще проплатить на, может, даже до конца. На 2,5 года вперед. Поэтому я люблю с накопительным потоком работать так, сотрудничать так. Кому-то так будет, может, сложновато, либо просто. То есть можете каждый месяц его пополнять. Но то, что пополнять его, надо каждый месяц. И подтягивать и карантин соответствующим образом. Бывают у нас иногда акции на накопительный поток праздничного плана. Тоже их используйте обязательно. Используйте все предоставленные возможности. Дальше. Следующий поток – это поток удачи, друзья мои. Либо наша беспроигрышная лотерея 5 из 25 на некоторых платформах сейчас в данный момент времени. Либо 5 из 32 сейчас в рублевой и общей европейской платформе. Правила лотереи читаем в кабинете. Там есть большая красная кнопочка «Правила лотереи». Регистрируемся. И там все написано. Первая лотерея у нас классическая лотерея стоимостью 100 рублей, джекпот 300 тысяч. Вторая лотерея у нас – это синяя лотерея стоимостью 500 рублей, джекпот 500 тысяч. И если в рублях смотреть, то золотая лотерея стоимостью 1000 рублей, джекпот – миллион рублей. Играйте, выигрывайте за последние три года с начала года. Наверное, сорвано больше 25 джекпотов обязательно на всех площадках разных. Где-то в евро, где-то в рублях, где-то 3000 евро, где-то 300 тысяч в рублях, где-то миллион рублей, где-то 10 тысяч евро. Поэтому обязательно используйте эти возможности для того, чтобы тренировать свою удачу. Потому что для того, чтобы ваша удача могла материализоваться, у вас должен быть инструмент для материализации вашей удачи. Иначе она материализуется в коробок спичек. Ну, тут уже вам выбирать. Это как в анекдоте. Мужик молится, говорит, боже, боже, дай мне, как говорится, удачу в моих делах. А Бог говорит, ты хоть лотерейку бы купил. Так и здесь. Вы бы хоть одну лотерейку купили. И одна лотерейка всегда должна быть во всех видах лотереях и на всех площадках. У нас несколько площадок. Сейчас я об этом все детально расскажу. Поэтому желаю вам выигрывать джекпоты. Это тот поток, который может в один день сделать вас миллионером. И дальше вы можете эти деньги завести в потоки и быть финансово свободным. Поэтому, друзья мои, лотерея – это очень крутая штука. Следующие потоки – это, конечно же, потоки, которые дают вам дополнительные возможности. Но перед тем, как я о них расскажу, давайте мы вспомним, сейчас повторим все, что я рассказал. Я рассказал вам про стартовый поток, ускоренный стартовый поток, обычный быстрый поток, супербыстрый поток, растущий поток. Дальше у нас что? Накопительный поток и наша лотерея беспроигрышная. Семь видов потоков у вас есть в кабинете. Семь видов, друзья мои. Каждый поток дает в разное время, в разном количестве вам деньги. Если вы их все запустите, то денежный дождь у вас будет просто идти каждый день, что я вам и настоятельно рекомендую. Дальше, друзья мои, у нас есть еще рекламный бюджет. В связи с тем, что сообщество не дает рекламы и развивается уже, тут уже 12-й год развивается очень медленно, но очень уверенно, от сердца к сердцу, от человека к человеку, рекламы не дает. И весь рекламный бюджет распределяется среди активных участников и лидеров нашего сообщества в виде реферальной программы. Так вот, у тех, у кого где-то нет средств, либо те, кто имеет амбициозные цели, те могут без проблем использовать именно нашу прекрасную реферальную программу и брать деньги из реферального бюджета. А там денег ой-ой-ой как много. Поэтому, друзья, вы можете брать оттуда в безграничном количестве. Все зависит только от вас. То есть поток реферальных начислений, либо реферальные бонусы за лично приглашенных. От 2 до 7% в зависимости от потока, который открывает ваш приглашенный. И сообщество вас благодарит из рекламного бюджета его соответствующими процентами. Все проценты написаны в вкладочке, как вознаграждение за развитие проекта. Заходите в кабинет, там все написано. Еще один бонус называется лидерский бонус, либо командный бонус. Обязательно все участники, которые уже разобрались со всеми нюансами работы системы, открыли все потоки, начинают приглашать. И пригласили, допустим, рассказали об этой системе уже больше 10 человек. И причем все они активировали свои кабинеты через создание денежных потоков. То вы можете подать заявку на сдачу лидерского экзамена и вам присвоить должность лидера. Что для этого надо? 10 человек в первой линии. И, конечно же, сдать лидерский экзамен. Пройти соответствующее обучение и сдать лидерский экзамен. На собеседование с топ-лидером, на совете лидеров вы сдаете лидерский экзамен и непосредственно становитесь лидером нашего сообщества. Дальше. Что дает командный бонус? Это, прежде всего, проценты начислений до седьмого уровня по лидерским вашим ячейкам. По вашей личной ячейке, где участники видят вас как лидера, вы непосредственно получаете до бесконечности. Даже если есть участники, у меня они так интересно выстроились. То есть один пригласил одного, еще одного, еще одного. И так вот до 20 уровня. Не важно. То есть они все мои участники, я их все консультирую. И получаю, соответственно, не важно там какой уровень, я получаю до бесконечности. Хоть они и до сотого уровня даже выстроятся. Вот. Так бывает в этой жизни. Поэтому мы, когда кого-то приглашаем, мы не знаем, что дальше будет. Дальше уже неуправляемый процесс идет. Потому что этот человек, воодушевившись этим инструментом, начинает дальше что-то кому-то рассказывать. Поэтому обязательно используйте этот прекрасный рекламный бюджет. Берите из него средства и наращивайте свои денежные потоки. Выходите на другой уровень финансовой свободы и становитесь, можно сказать, по максимуму, насколько вы можете, финансово свободным человеком. Ну а теперь мы продолжим дальше. Сейчас я расскажу о нашей финансовой инфраструктуре. И расскажу ответы на часто задаваемые вопросы. Финансовую инфраструктуру расскажу и ответы на вопросы. Откуда деньги? Дальше пирамида, не пирамида? Лохотрон, не лохотрон? Приглашать, не приглашать? То есть вот это часто задаваемые вопросы. Мне просто реально надоело уже на них отвечать за долгие годы. Поэтому я сразу же вставил их в себе презентацию, чтобы у вас уже были все ответы. Поехали. Инфраструктура. То есть что есть у сообщества, что оно создало за эти вот уже идет 12 год развития сообщества. Первым делом это 5 КАС взаимопомощи, либо фондов коллективного самообеспечения в разных валютах. То есть российская, дальше общеевропейская в евро, испанская в евро, киргизская в киргизских сомах и польская в польской изложке. Платформы образуются там, где возникает сильная команда, сильная комьюнити. И эта комьюнити уже готова развивать свою, можно сказать, страну, свое направление, свои валюты. Поэтому у нас уже 5 целых платформ в разных странах, в разных валютах можно развиваться. Я являюсь лидером на всех площадках, на всех платформах. И в каждой площадке есть свои очень интересные преимущества. Поэтому изучайте все площадки и открывайте там все потоки. И тогда в разных валютах, это называется валютная диверсификация, в разных валютах, в разное время, на разных площадках вас просто будет заваливать деньгами. Чего, кажется, вам настоятельно желаю. Дальше у нас два криптовалютно-платежных сервиса собственных. Это Сберкасса и Мани Сторож. Сберкасс в основном заточен для постсоветского пространства, Мани Сторож в основном заточен для работы с западной финансовой системой. Но как в Сберкассе, как и в Мани Стороже может участвовать любой человек с планеты Земля, никаких ограничений в этом, конечно же, нет. Дальше у нас своя криптовалюта e-Currency. И причем это не токен, не коин, это currency. Currency – это универсальное платежное средство. Это уже 3-0 развитие, можно сказать, криптовалюты. Дальше у нас есть свой облачный майнинг, который стартовал с начала 2018 года. И вот мои первые майнера, они уже давным-давно себя уже окупили и приносят соответствующую прибыль. Поэтому, чего, говорится, и вам желаю, это уже следующий этап развития в нашем сообществе. Это когда вы уже на потоками нормально денег зарабатываете, вы уже можете с этих денег купить майнеры, токены и начать уже становиться производителем e-Currency, да, майнить e-Currency. И на данный момент на этом тоже можно зарабатывать. Криптовалюта e-Currency растет и продолжает расти. Это очень стабильная, хорошая валюта, потому что все денежные потоки, которые мы запускаем, прибыль приносят за счет именно подтяжки нашей криптовалюты e-Currency. Следующее, что у нас есть, это, конечно же, наш собственный блокчейн. Не каждый европейский банк, не каждая крупная компания имеет свой собственный блокчейн. У нас же в сообществе есть свой собственный блокчейн, своя система учета данных, которая уже больше пяти лет. И на данный момент это блокчейн с огромной скоростью транзакций. И когда вы начнете пользоваться нашими криптовалютными платежными сервисами, перечислять друг другу, может быть, либо на свои кошельки, вы поймете, насколько быстро все молниеносно и прекрасно работает. Дальше. У нас есть своя нейросеть, которая вот уже два года отвечает за безопасность работы нашей системы. И задача ее, чтобы наша система работала вечно. И с чем она великолепно справляется вот уже два года. Можно сказать, мы полностью убрали человеческий фактор. За счет этого у нас очень надежная система. И берите эту систему, используйте ее в своей жизни, и вам станет намного проще жить. Дальше. Поймите одну простую вещь. Что инфраструктура делается очень долго и стоит очень дорого. Практически ни один коммерческий проект не создает инфраструктуру, потому что это невыгодно. Чтобы ее окупить, надо очень много времени и очень большой доход иметь. Поэтому очень часто пользуются какими-то сторонними сервисами, еще там чем-то. Вот. Поэтому на данный момент у нас же полностью свой автономный параллельный финансовый мир, с помощью которого мы можем жить, можно сказать, такой свободной жизнью. Вот. И вы можете иметь деньги каждый день. Ведь выплаты у нас идут каждый день. Когда я пришел в сообщество в 2017 году, то не было такой халявы. Выплаты были раз в неделю. Потом какой-то период времени выплаты были раз в две недели. А сейчас каждый день. Это просто космос. Просто космос, об этом можно было только мечтать, что выплаты идут каждый день. И абсолютно приглашать никого не нужно. И это мега круто. Мы об этом только мечтали в начале 2018 года. А сейчас это все есть. Этим все можно великолепно пользоваться. Так. Теперь давайте отвечу на часто задаваемый вопрос. Откуда деньги, друзья мои? Да? Самый такой интересный вопрос. Как будто бы вам какой-то коммерческий проект правду скажет, откуда деньги. Это наивный очень вопрос. Это раз. Но я расскажу вам, откуда деньги в нашей системе. Первое. От прогнозируемого курса роста нашей криптовалюты и каренси, которая за последний только год выросла больше, чем в 30 раз. Х30, дорогие мои друзья. Кто-то гоняется сейчас за биткоином. Ой, лишь бы 10% урвать. Наша криптовалюта дала Х30 за последний год. То есть если бы вы знали эту информацию и зашли в марте, в апреле в прошлом году и купили нашу криптовалюту на миллион рублей, дальше продержали целый год и сейчас могли бы продать ее за 30 миллионов рублей, что и делают умные люди. Поэтому, друзья мои, скажу вам честно, как важно быть в нужном месте, в нужное время, слышать правильно нужную информацию и использовать все предоставленные возможности. Именно поэтому это огромная статья дохода в нашем сообществе, которая распределяется внутри нашей кассы взаимопомощи. И это и есть второй источник дохода от справедливого перераспределения денежных средств не по принципу пирамидальной системы, а по принципу одноранговой сети. Это принцип, озвученный когда-то, можно сказать, королем Артуром. Круглый стол, первый среди первых, равный среди равных, король среди королей, друзья мои. Так вот, одноранговая сеть это, представьте, что вы пошли в поход, 30 человек, вы же работаете в коммерческой фирме и пошли все. И ваш генеральный директор пошел, он тоже рядом с вами идет с рюкзаком, и начальник, главный инженер, главный технолог, и обычный рабочий, и мастер, и оператор какой-то станка. И все вместе вы идете, 350 человек, и пришли вы там к какому-то горному озеру, весь день шли, вот, и у каждого тяжелый рюкзак набитый едой. И вот каждый достал что-то из своего рюкзака, объединили свои ресурсы, да, и сварили один большой чан поставили на костер, и сварили один большой хороший, там, не знаю, суп, да. Либо, не знаю, уху, кто-то еще пошел, еще рыбу поймал, и, соответственно, сварили такой, и всех друг друга накормили. Сели вокруг этого костра, делали наши предки, и в равной степени всех накормили. Ну, кто больше устал, там, добавку попросит, пожалуйста, как говорится, берите, да. Да, поэтому вот что такое одноранговая сеть. Что такое пирамидальная система? Это когда низы кормят верхи. У нас нет ни низов, ни верхов, ни первых, ни последних, ни передних, ни задних именно. Поэтому на данный момент вы можете развиваться абсолютно по справедливой системе. Потому что неважно, когда вы придете в сообщество, либо сегодня, либо завтра, либо вы пришли уже 10 лет назад. У нас одинаковые кабинеты у всех. У всех одинаковый старт. У всех одни и те же проценты, у всех одни и те же алгоритмы. Поэтому это старт у всех одинаковый. Вот как вы этим пользуетесь, вот в этом большая разница. Кто-то эффективно, а кто-то неэффективно. Кто-то хочет учиться, а кто-то не хочет учиться. Кто-то ходит на созвоны, кто-то не ходит на созвоны. Кто-то ходит на созвоны и ловит каждое слово, записывает, делает пометочки, что-то интересное ловит, учится, да, вместо того, чтобы идти там новости смотреть. А кто-то не ходит на созвоны и думает, что он все знает и пытается, как говорится, быть умным. И делает неэффективные действия, да. Поэтому на данный момент старт у всех одинаковый, но результат у всех может быть разный. Но в любом случае, даже тот, кто неэффективно сегодня сработал, завтра он может научиться и уже работать эффективно со своими потоками, и также у него будет все очень-очень хорошо. Поэтому я думаю, я рекомендую даже каждому из вас пойти в обменник, и пока там еще есть доллары США, купить себе один доллар. Это как память о мировой финансовой системе и понимание, в каком мире мы с вами живем. Переверните этот один доллар и под лупой внимательно его рассмотрите. Там будет четко нарисована пирамида, всевидящие ока, это те, кто миром управляет, соответственно, пирамидальная банковская система. Там все четко, там каждая звездочка, она имеет смысл. Именно поэтому важно посмотреть фильмы «Деньги. Пирамиды долгов» и «Дух времени. Первая, вторая, третья часть». Там вот это идет расшифровка полностью вот этих купюр и расшифровка этого смысла. Поэтому это очень интересно, поэтому рекомендую вам поизучать. Я вам просто даю наметки, дальше, как говорится, копайте сами это и нарабатывайте свою грамотность. Образование, общее образование, неважно, университеты, либо там школа, техникум или училища дают вам возможность не умереть с голода, а самообразование вам даст возможность стать финансово свободным человеком. Поэтому учитесь, учитесь, учитесь всю свою жизнь. Это, кстати, один из главных секретов вечной молодости. Деньги. Возвращаемся к нашим деньгам. Откуда же деньги, друзья мои? Два источника я вам уже рассказал. Третий источник от того, что у нашей системы нет хозяина и весь доход распределяется и остается в нашем сообществе. Это очень важный момент, потому что все коммерческие проекты работают на благо хозяина этого проекта. Либо, как говорят мои лидеры, которые уже имеют хороший опыт в хайпах, это называется еще держатель кассы. Держатель кассы. Вот, поэтому не рекомендую участвовать в каких-то коммерческих проектах. Всегда эти проекты работают до момента, когда хозяин проекта дойдет к своей цели. Все. Дальше его ничего не волнует и, как правило, все помашется вам ручкой и так далее. То есть, получается, по пирамидальной системе хозяин проекта, он голодный, если бы он был бы сытым, он бы этим не занимался. Он голодный, он создал систему пирамидального типа, где другие голодные его кормят. Когда он станет сытым, он и уже этот геморрой ему не нужен, он, как правило, закрывает проект и уходит. Вот, в неизвестном направлении. Вы не знаете, кто он, что, для чего, то есть, и куда он ушел. И поэтому все остаются с носом, как говорится, да? У нашей системы нет хозяина. У нас не коммерческий проект, я бы сказал, у нас социально-финансово-образовательный проект, который дает возможность иметь пассивный доход. И у нас касса взаимопомощи, а задача кассы взаимопомощи – оказать взаимопомощь. То есть, цель и идея совершенно другая. У нас нет хозяина проекта, у нас есть идейный основатель, который еще даже до момента задумки создания сообщества уже решил все свои финансовые вопросы, уже был финансово-свободным в 2006 году. Он только задумал сообщество, в 2013 году только стартанул через 7 лет с момента задумки сообщества. Поэтому, друзья мои, вот это кардинальная особенность. В коммерческих проектах не рекомендую нигде никогда участвовать, потому что вы тем самым будете иметь себя уязвимы. Будете уязвимы и даже если какие-то там большие проценты вам что-то порекомендуют. Лучше в надежной системе быть, чем быть в ненадежной с большими процентами. Жадность придется заплатить. Это аксиома любого инвестора. Деньги от постоянного пополнения потоков, дорогие мои друзья. Наши потоки так хитро устроены, что их надо постоянно пополнять. Я постоянно пополняю свои потоки. Я пополняю их, снимаю, пополняю, снимаю. Чем больше я их пополняю, тем больше я их снимаю. Поэтому каждый, особенно старые участники, которых уже несколько сотен тысяч по всему миру, которые уже разобрались с потоками, они постоянно пополняют. Они делают новые потоки, делают новую закладку себе для более обеспеченного финансового будущего. Поэтому чем больше мы им пополняем, тем больше у нас происходит доход в будущем. Поэтому, дорогие мои друзья, деньги от постоянного пополнения наших денежных потоков в том числе. И еще одна очень интересная статья дохода. Я эту статью увидел попозже немножко, когда у меня уже была большая команда. Я заметил одну особенность, что как бы я не обучал людей, как бы я не драл глотку на командном обучении, всегда находится, особенно на начальном пути, 10-15% участников, которые не хотят либо учиться, либо говорят, у меня своя стратегия, и начинают делать неэффективные действия. Делая неэффективные действия, они получают меньше денег, чем им готова была бы дать система. Система бы и рада бы дать, так не берут. Не берут, потому что делают неправильные действия. Делают неправильные действия, потому что не учатся. Поэтому как важно учиться, как важно проходить командное обучение, как важно выбрать хорошего наставника, и как важно идти, как говорится, вперед через систему обучения к своей финансовой свободе. Поэтому рекомендую вам, как говорится, выбирать нормальных наставников, и чтобы у вас выбирать нормальную систему, а у нас хорошая система, достойная реально, для того, чтобы задержаться на долгие годы, для того, чтобы у вас все было очень хорошо. Поэтому где-то 10-15% хорошая экономия идет у системы от неэффективного управления своими кабинетами. Это, конечно, улыбает на каком-то этапе, но ничего, как говорится. С одной стороны, это хорошо в общем для системы. Это меня очень радует. Конечно, это не так хорошо для конкретного участника, но он не хочет учиться. Пускай учится, будет учиться. Но, как правило, эти люди понимают все со временем и начинают учиться, и начинают делать правильные действия, получать правильный результат. Но со временем. Во время этого времени система экономит большое количество денежных средств в том числе. Я знаю еще 2-3 источника дохода, но об этом я уже рассказываю на командном обучении. Вот, дорогие друзья, теперь скажу вам честно, что все сообщество, а это несколько сотен тысяч человек по всему миру инвестируют сейчас каждый день в денежный поток. Я это вижу по своим всем кабинетам на всех площадках. Там просто идет такое движение, что вы себе многие даже вообще не представляете. И хорошо, что вы узнали эту информацию именно сейчас, а не через 10 лет. И берите ее с собой по жизни, и жить вам станет намного проще, легче и веселее. Так же, как и мне. Несмотря на то, что денег более-менее всегда хватало. Где-то я занимался бизнесом, где-то я работал в найме на топовых должностях. Но получался такой момент, что всегда не хватало свободы. Но так свободно жить, как можно жить с нашим сообществом, так свободно жить нигде практически невозможно. Поэтому рекомендую рассмотреть это сообщество для того, чтобы вы смогли жить уже свободной жизнью хозяина своей судьбы. Денежные потоки – это не какой-то проект в интернете. Это маленькая часть огромного замысла по созданию параллельного финансового мира, где у всех все хорошо. И скажу вам честно, что когда вы на 100% разберетесь с работой денежных потоков, вы поймете, что такого проекта у вас не было и никогда больше не будет. Потому что здесь заложено сердце, заложена душа нашего основателя Дмитрия Васадина, заложена его мечта, можно сказать так, объединить единомышленников. Нам в сообщество не нужны все. Нужны единомышленники. Денег хватает. А вот единомышленников приходится поискать. Именно поэтому мы и проводим все эти эфиры, чтобы найти единомышленников. А вот когда единомышленники собираются, это мега-крутая штука. И чем больше растет моя команда, тем больше я вижу, насколько это крутая штука. Поэтому, дорогие друзья, рекомендую всем новым участникам регистрироваться. И, конечно же, начинать разбираться со всеми потоками, как они работают, как функционируют. И для того, чтобы вы понимали, уже чувствовать их, начали с каждой частичкой вашего тела. Вот. Поэтому сейчас я готов ответить на какие-то вопросы. Возможно, кто-то расскажет свои результаты, победы за эту неделю, либо несколько дней. Поэтому поднимайте руки. У вас есть возможность сейчас... Давайте 5-10 минут пообщаемся. Вот. Так, Лидия. Лидия хочет что-то нам рассказать. Слушаю. Нажимайте на большую кнопочку, микрофон и говорите. Всем доброго вечера. Доброго. Доброго. Рассказать нечто, но я в чате написала огромная просьба. Именно эту презентацию. Ну, если вы ее, конечно, записали, выложите и скажите, где это будет. Будет. Ну, очень хорошо. Здесь есть, на ютубе будет. На ютубе. Да, со временем. Везде. Так, ну, на ютубе можно смотреть, да? Это завтра будет. Я правильно понял? Неизвестно. Все зависит от плотности работы. Все понятно. Да, вы все работаете. Конечно. У меня просто нет слов. К тому, что я слышала, к тому, что я уже сделала, к тому, что я поняла. И все это подтверждается. Просто, что, как говорят, в десяточку все сходится, все пазлики складываются. Я очень довольна. Просто, ну, даже не знаю, как выразить. Вот. Слышишь, шикарно. Дальше будет больше. Дальше будет лучше. Все лучше. Просто надо оставаться в информационном поле и двигаться к своим целям. Все будет хорошо. Вот не поверите, я сутками из него не выхожу. Вот я ложусь спать, у меня кто-то говорит, просыпаюсь, и у меня опять кто-то говорит. Не переборщите, главное, чтобы немножко голод был, потому что если много-много кушать, потом... У меня немножко, это, есть перерывчики. Я же еще это дело пережевываю, осознаваю, так сказать, ухваиваю. Все хорошо. Спасибо огромнейшее. Спасибо, Лидия. Низкий вам повклон. Благодарю. Это вообще такое кладище просто в новую вот эту вот мировую систему. Благодарю, Лидия, за теплые слова. Спасибо, Благодарю. Так, кто еще поднимал руки? Так, Николай. Николай еще поднимал руку. Да, да, да. Здравствуйте, всем доброго вечера. Как говорится, восторг меня перевыполняет, да, переисполняет. Зашел тоже, как бы, скажем, ну, два месяца назад, да, ну, изучал туда-сюда. Теперь уже конкретно внедрился. Есть даже те приглашенные, которые немножко тоже еще непонятно что, но пытаемся продвинуть. Одним словом, хочу сказать знак благодарности нашему сообществу о том, что оно действительно мне попалось, как говорится, на просторах интернета. Видимо, как ты говоришь, Андрей, придет то время, когда пути пересекутся. Вот они как раз, наверное, и пересеклись. И я, как бы, в восторге от этого, ну, просто, просто восхищаюсь этим, как говорится, нашим сообществом, которое друг другу помогает всегда откликнуться. Если что-то непонятно, особенно тебе, Андрей, огромное спасибо 24 на 7. Когда тебе не обратиться, всегда ты на связи. Так что стимул продвижения и развития своего мышления весь полностью есть. Только нужно уделить, скажем, времени, немножко свои дела немножко откинуть, но пока сразу не получается, это однозначно. Но большую часть в записях и везде смотрю – это супер. Супер проект. Огромное спасибо, что все-таки вселенная улыбнулась мне попасть именно в то сообщество, где слышат каждый друг друга и помогают. Огромное спасибо. Чисто такое впечатление. Вопросов по, как говорится, по работе еще есть, но я это отдельно буду слушать. Ну, в служебном режиме, в штатном. Благодарю, Николай. Спасибо огромное, спасибо огромное. Движемся вперед и только вперед. Действительно, это так. Вот Николай сейчас очень интересную мысль затронул. Когда вот несколько участников даже у меня в команде это озвучивали, то есть так получалось, что они начали поднимать свою вибрацию. Вот так интересно. Все люди живут в параллельных мирах. Вы можете там какого-то своего знакомого лет 10 не видеть. Вы выходите и живете, у него свой параллельный мир, у тебя свой, на разных вибрациях. Это как садитесь, не знаю, в машину и включаете 102,7 FM, будет один канал радио. Переключили на другую волну, другой. Так же и здесь. И так вот, на какой-то определенной частоте вещает наше сообщество. Так вот, когда человек начинает поднимать вибрацию, и так получилось, что пересекаются жизненные пути и приходит вот эта информация. Вот, а все другие, кто-то там ниже, кто-то выше, может кто-то еще что-то где-то болтается. Кому-то это не надо, кто-то занят, кто-то еще что-то, да, кто-то с другими людьми делает что-то другое, вот, что он считает нужным. Но, как только вот вибрация повышается и доходит до какого-то уровня, сразу пересечение идет, и люди встречают информацию о нашем сообществе. Вот я несколько раз уже слышал, вот это вот очень интересно, поэтому поднимайте свою вибрацию, поднимайте вибрацию своих друзей, для того, чтобы они услышали эту информацию, и для того, чтобы была возможность двигаться у них и иметь эти инструменты. Так, Елена подняла руку, да, слушаю, Елена. Нажимаем на кнопочку, микрофончик, и имеет... Да, да, да. Забыла. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос по растущему потоку. Вот смотрите, там вот как... Ну, я открыла три потока, растущий тоже. Я 10 тысяч положила, у меня умножилось. Сколько месяцев он будет работать эти 20 тысяч? Три месяца, правильно? Растущий поток работает бесконечно практически при правильной стратегии его пополнения-снятия. Это раз. Он растет с момента... С момента последнего пополнения 6 месяцев проценты растут. Потом они перестают расти, но также происходит начисление. То есть, если растущий поток не создан для того, чтобы... Как объяснить сейчас? Это считайте, что вы купили даже не Мерседес, вы купили Майбах. Майбах дороже Мерседеса в несколько раз, да? И используйте его, чтобы выбросить мусор, допустим, да? Понимаете, да? Либо перевозить вещи, не знаю, с дачи, с какого-то, не знаю, чулана, который вам не нужен. Куда-нибудь еще там вы используете для перевозки вещей, да? Либо вот мой знакомый рассказывал, он музыкант, ездил как-то... Ездил... Куда же он ездил? На юг, по-моему, Казахстана. Там довольно очень богатые люди приглашали. Он джазовый музыкант, очень интересный, талантливый. И вот группа ездила. И там собирались, типа, местные такие полуолигархи. Вот. И в Феррари они барана грузили, так, джук и привозили на Феррари. То есть, вот. То есть, это не целевое использование, да? Растущего потока. Если хотите один раз пополнить, и потом, чтобы она, как говорится, когда он закончится. Если хотите, чтобы поток заканчивался, идите в быстрый поток. Он быстро закончится, и вы дальше заново либо перезапустите, либо не перезапустите. Растущий поток – это вечный инструмент, с помощью которого можно выйти на уровень дохода пассивного и на нем закрепиться на долгие годы. Вот этот инструмент для этого создан. Поэтому вы можете прийти к сумме в потоке, допустим, до миллиона дойти. Я вообще рекомендую дойти до миллиона каждому участнику. Это тот минимум, до которого стоит дойти. Когда вы дошли до миллиона в потоке, то у вас ежемесячное начисление где-то 100 тысяч. Умный человек поймет, что это курочка, которая приносит золотые яйца. И будет этой курочкой вечно пользоваться. Человек, либо еще не сведущий в этих всех финансовых делах, эти 100 тысяч сразу же выведет и пойдет на что-то потратить. То есть начнет потихонечку подрезать эту курочку, которую нанесет золотые яйца. Потому что сумма в потоке у вас будет уже 900 тысяч, вы сотку вывели. Потом он вам уже не 100 даст, он вам даст 90. Вы тоже вывели, осталось 800 и так далее. То есть будет курочку подрезать и курочка будет давать все меньше, меньше и меньше. И рано или поздно растущего потока вы все заберете. А умный человек сделает следующим образом. Умный человек до миллиона дойдет и на нем закрепится. На нем закрепится. То есть он сотку будет иметь, 30 тысяч он может в лед забрать себе на свою жизнь, на свои траты. 50 тысяч он может реинвестировать. И тут еще останется 1020 для того, чтобы купить и каренси и подтянуть к этим 50 тысячам. И реинвест будет компенсировать снятие. То есть можно каждый месяц растущим потоком так играться. Снял, реинвест компенсировал снятие. Снял, реинвест компенсировал снятие. Так вот миллион в потоке, миллион в потоке дает вам чистыми, без ущерба для потока 30-35 тысяч. Если 2 миллиона в потоке, без ущерба для потока 60-65 тысяч. Вообще без ущерба, вообще чистейший пассивный доход. Прям вот чистейшей воды. Понимаете? И завтра, в следующем месяце, если вы сделаете эти же действия, и он вам опять даст без ущерба. Считайте, что вы железобетонный себе создали пассивный доход. 3 миллиона в потоке. У вас сотка чистыми. Чистыми, без ущерба поток. И в следующий месяц тоже будет. И так далее. 10 миллионов в потоке. У вас уже чистыми совершенно другая сумма. В размере 300-350 тысяч. Поэтому ставьте себе хорошие цели. Идите глобальным целям. Как говорила когда-то основатель Мэри Кей. Говорит, цельтесь в звезды. Даже если вы промахнетесь, попадете в Луну. Поэтому на данный момент ставьте себе по глобальной цели. 20 тысяч – это хорошая штука для того, чтобы понять, как он работает. Но не более того. Это моя рекомендация. Вот смотрите. Я положила 10 тысяч. У меня удвоилось. Ну, допустим, пройдет 2-3 недели. Я опять положу 10 тысяч. У меня опять удвоится? Хотя те еще не отработали. Или как? Вот мне понять это. Да, все верно. И добавится к тому, что осталось. И добавится к тому, что осталось в потоке. Все, поняла. Спасибо. Презентация супер. Спасибо. Добрый день. Спасибо, Елена, за вопрос. Андрей, можно? Да, Татьяна. Татьяна Базюкова, да. Хочу представиться. Зовут меня Татьяна Павловна Базюкова. Хочу поблагодарить Андрея. Это действительно лидер. Это действительно лидер, который вас всему учит. И вы впитываете эти все слова. Так вот, я уже в потоке 25 апреля. У меня будет 8 месяцев. Ребята, я живу этой жизнью. Я довольна этой жизнью. И я ни одного дня не пропустила. Нет, по-моему, один раз пропустила, когда была действительно не... Ну, у меня была ситуация такая. Я один урок пропустила. Я его посмотрела в записи. И я просто хочу всегда сказать огромное спасибо и благодарность вот именно моему лидеру Андрею Елисееву. Вот сейчас, даже слушая презентацию, я не всегда вовремя прихожу. Ну, свои тоже занятия, свои встречи. Мы всегда работаем. Вот кто-то говорит, а как тут? Можно вообще ничего не делать? Конечно, можно. Но я несу добро людям. И поэтому успеваю и встретиться, и позвонить, и ответить. У меня тоже большая команда. Но я не об этом. Я о том, что мы живем в этом параллельном мире. Я живу уже настолько свободно, что я могу поехать в любой магазин, зайти и не переживать. Вот зашли мы сегодня, потратили свою корзину кушать, купили кушать. Представьте, просто вот вдумайтесь. Мы набрали вот эту корзину себе самых вкусняшек, полезных. Естественно, не то, что нужно. А набрали. И я не подумала о том, даже не задумалась. У меня нет, ой, денег же не будет. Я ж пенсионерка, денег нет. Я об этом не думаю. Потому что вот наш фонд, наши потоки, они дают нам деньги. И мы уже не оглядываемся назад. Мы не переживаем. Вот Андрей говорит, все надо потоки разгонять. Я тоже на всех площадках, на всех абсолютно площадках. И везде у меня свои цели. Вот если я не целюсь в звезды, не ставлю себе цель, то смысла не вижу в жизни. А вот когда я достигаю одну звезду, вторую звезду, третью звезду, скоро четвертая будет звезда. Уже прямо один шажок остался. Вот. А, пятая у нас, пятая у меня звезда скоро засветится. Поэтому даже не задумывалась. Если вот мы пришли сегодня домой, вот послушайте, вы все, кто здесь находитесь, вдумайтесь в эти слова. Жизнь изменился. Мы живем в информационном поле. И здесь у нас есть возможность, которую вам дают, вот именно, накормить вас всех. Так вот мы приехали сегодня, купили вот на эти 10 тысяч. Мы даже не задумались, что мы с пенсией потратили. Мы живем в фонде. Мы живем деньгами фонда. Мы живем беззаботно, беспроблемно и счастливо. Вы представляете, какая это радость? А сегодня я вот прослушала презентацию Андрея. Андрей, благодарю, благодарю, безмерно благодарю. И если вы все здесь сидящие, участники, услышали эти все лайфхаки, которые он сказал? Он сказал, вот я записала 7, 7. Я слушаю каждый раз 7 себе опять нюансов, которые мне нужно сделать их. Нужно повысить свой уровень, нужно память свою снова восстановить и улучшить свои фонды. И действительно сидеть на том уровне, чтобы я зарабатывала в месяц, вернее увеличивала 300 тысяч в месяц. Для меня это кайф. До сих пор еще что-то записываете, Татьяна, уже нечего записывать. Записываю. Вот Андрей, вот всегда записываю. Вот передо мной ручка, вот стучу по столу, ручка, листочек, тетрадочка. Всегда записываю. И благодарна тому, что я учусь каждый день. И вот если я учусь, у меня идут деньги. Поверьте, если вы просто прослушали, это значит вы вышли, через 5 минут у вас мозги засрались. Чисто по-русски я говорю. Потому что вы стали общаться с кем-то, слушать телевизор, радио, там СВО. Ну, проблем в соц. мире полно. А я записала на листочек, вот у меня 7 пунтиков. Я сейчас возьму листок, тетрадь свою и выпишу. И поверьте, я уже опять скоро стану звездой на пятой платформе. Потому что у меня все в памяти записано. Еще раз благодарю вас. Еще раз хочу сказать, что вся команда приучается у меня так работать. И они все двигаются к цели. И мы все учимся. Если мы не будем учиться, нас не поймут деньги. Они же у нас во вселенной. Это же информационный поток, который нужно впитывать, изучать, помогать нам. В общем, одним словом я могу говорить долго. Но я благодарю наш фонд. Благодарю, что он мне дал новую жизнь. И я живу этим фондом. И я не знаю никаких теперь проблем. Благодарю вас, Андрей, снова за презентацию. Супер, классно, великолепно. Но других слов просто нет. Благодарю, Татьяна. Благодарю за теплые слова. Восхищаюсь вами, что вы до сих пор учитесь. 8 месяцев прошло. Казалось бы, вроде бы всему научились. Но еще учиться. Это круто. Потому что мир не останавливается на месте. Все обучаются. Я тоже продолжаю учиться. И это секрет вечной молодости, дорогие мои друзья. Тот, кто скажет, что я все в этой жизни знаю. Я все прошел. Все. А уже природа смотрит на эту особь. На этого человека. О том, что раз уже все прошло, О, тогда иди на перевоплощение. Бам, и все. Поэтому, дорогие друзья, а вечная молодость, она заключается секретом, даю. Постоянно обучение. Почему? Потому что новые нейронные связи. Природа смотрит. О, эта особь еще учится. А жизнь, это ведь большая школа. Для этого мы родились на этой планете, чтобы научиться, чтобы осознать какие-то качества своей души, проработать какие-то моменты. И эта особь еще выполняет задачи какие-то по развитию. Это и надо Всевышнему для того, чтобы через Матушку Природу мы как бы обучились. И Матушка Природа будет продлевать жизнь, будет давать энергию. Поэтому, друзья мои, используйте все знания нашего сообщества. Знания действительно крутейшие. Это как и трансферфинг реальности, это и финансовые знания, и всевозможные командные обучения, где мы делимся своим коллективным опытом. Это вообще дорогого стоит. И обязательно, обязательно заходите в команду и регистрируйтесь. Всем большое спасибо. На этом буду заканчивать. Всем желаю хорошего, плодотворного вечера. Я рекомендую создавать как можно больше денежных потоков и выходить на новый уровень своей финансовой свободы. Всем счастливо и до новых встреч.